Юрий Владимирович Никулин стал жить литературным трудом, писал миниатюры, цирковые репризы, некоторое время работал корреспондентом в газетах «Известия» и «Гудок». Во время учебы в школе Юрий Никулин занимался в школьном драматическом кружке, затем в драмкружке при доме художественного воспитания детей. После окончания школы в 1939 году Юрия Никулина призвали в армию войска зенитной артиллерии. Он участвовал в двух войнах – Финской и Великой Отечественной. В 1946 году Никулин демберизовался в звании старшего сержанта. После безуспешных попыток поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии в ГИК и ГИТИС, он поступил в студию клоунады при московском цирке. В конце 1940-х годов он начал выступать в группе клоунов под руководством карандаша Михаила Румянцева в Московском государственном цирке. В 1950 году Юрий Никулин стал выходить на арену вместе с Михаилом Шуйдиным. Другим помощником клоуна-крандаша дуэт Никулин-Шуйдин просуществовал длительное время и пользовался большим зрительским успехом. За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество неповторимых реприз, скетчи и пантомим, из которых самыми известными стали «Маленький Пьер», «Пипа и миллионер», «Карнавал на Кубе», «Трубка мира», «Пармалей» в новогоднем детском представлении и другие. Одна из самых знаменитых жанровых сценок – легендарное бревно. Многогранность таланта позволила Юрию Никулину реализоваться в других жанрах. Он снялся в более чем 40 фильмах, играя как комедийные, так и драматические роли. Впервые в кино Юрий Никулин снялся в эпизодической роли в комедии «Девушка с гитарой». Этапным годом для карьеры Никулина как киноактера стал 1961 год съемки в новелле «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс» режиссера Леонида Гайдая, где родилось легендарное комическое трио «Трус» Георгиевицин, «Балбес» Никулин и бывалый Евгений Маргунов. В этом же году Юрий Никулин сыграл одну из лучших своих драматических ролей в кинокартине «Когда деревья были большими». В последующих работах Никулин успешно чередовал комические образы драматическими. «Маска балбеса» была использована актером в знаменитых комедиях Леонида Гайдая «Операция и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Образы добрых и обаятельных чудаков созданы Никулином в киноленте «Гайдая бриллиантовая рука» и в фильме Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Творческой удачей актера стали роли монаха Патрикея в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Рядового Некрасова в картине «Они сражались за Родину» и Лопатина в кинокартине «Двадцать дней без войны». Из последних его работ в кино наиболее запоминающийся зрителям – это роль дедушки в драме «Чучело». В 1982 году Юрий Никулин возглавил цирк на Цветном бульваре, которым проработал в общей сложности более 50 лет. За время его руководца в цирке было поставлено много интересных программ. Благодаря Василиям Никулина было заново построено современное здание цирка, открытие которого состоялось в 1989 году. С 1993 года Никулин был автором и ведущим популярной телепрограммы «Белый попугай». В 1993 году он был избран председателем правления Московского отделения Российского фонда мира. Юрий Никулин был удостоен многих званий и высоких наград. Народный артист СССР, науреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, герой социалистического труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны второй степени, за заслуги перед Отечеством третьей степени, трудового красного знамени, знак почета и многими медалями. В декабре 1996 года, после 70-летнего юбилея артиста, Московскому цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина. Имя Юрия Никулина также присвоено школе-интернату циркового профиля и пассажирскому теплоходу. В июле 1997 года у артиста начались проблемы с сердцем. 21 августа 1997 года его не стало. Юрию Никулину в России открыты три памятника. Самый известный из них расположен в Москве рядом со зданием цирка на Цветном бульваре. Редактор субтитров А.Семкин